Три перемоги и ни одного поражения. В Гомельском технопарке завершился хакатон. На него собрались программисты, дизайнеры, маркетологи, эксперты и менторы. Удельники до опошнего и мгнения удосковывали свои проекты. А жюри в горячих дискуссиях вызначало переможцев. С хронологией трехденных интеллектуальных баталий Марина Джалая. Усяго два три дня на подрихтовку и Гомельский технопарк отшинил свои двери для тех, большие идеи могут перетвориться у супер-стартапы. И для тех, кто шукает одна думца, чтобы разом допрацовать проект и предъявить его свету. На початковом этапе компетентному и уникливому жюри. Кардиограф, интерактивная ферма, 3D-карта Гомеля. В технопарк на хакатон приехали люди с мега-идеями. Кожный проект – это великий крок в будущем. Первая суразмовца Вера Парфенова. Ее команда для отдела у Хакатоне литерально на ходу придумала проект 3D-карта Гомеля. Почали за одной в улице. В кончатковом варианте любый человек виртуально сможет подорожничать по городу и знакомиться с историей кожного будинка. До речи по вынекам хакатона у проекта – третье место. Я считаю, что это отличная возможность для людей, которые действительно очень увлечены своим делом, проявить себя, показать что-то новое и принести что-то хорошее для нашего города. Хакатон склался с работой маль полутора десятков команд. Причем некоторые сформировались тут же, а подчас форуму. Среди отделников можно было увидеть как школьников и студентов, так и опытных предпринимателей и выноходников, которые демонстрировали свои новые идеи. Алексей Зайцев разом с командой на Хакатоне допрацовывал проект «Хутор Мебиуса», в котором излучил сельскую господарку и IT-технологии. В основу легло то, чтобы создать ферму, направленную на автоматизацию, оптимизацию работы фермерского хозяйства. То есть такое вот сочетание сферы IT и сельского хозяйства для того, чтобы привлечь молодых специалистов из сферы IT, популяризовать сельское хозяйство и развить продвижение все-таки информационной индустрии в Республике Беларусь в области сельского хозяйства. Мы тут столкнулись с тем, что проект начали критиковать в плане бизнеса. Ну то есть тут по факту именно как там привлечь инвесторов, на чем можно заработать. И на самом деле это очень интересный опыт, потому что мы думаем на том, как создать продукт, но на том, как его, допустим, продвинуть, мы еще особо не задумывались. И на самом деле эти лекции достаточно информативные, тем более, что от таких представителей. Майстер-классы допомогли скорректировать свои проекты многим удельникам. Как заработать интересные инновационные проекты ведут многие, а как на им заработать – одинки. Это складанный невельми худкий шлях. На Хакатоне можно было отримать такую информацию, чтобы научиться бесплатно. Например, на майстер-классах у представников Ассоциации бизнеса «Анелла» в Беларуси. Есть большое количество ребят на сегодняшний день, у которых есть какие-то идеи, которые их разрабатывают, которые планируют какое-то развитие, но куда идти и каким образом это выглядит, они представления не имеют. Этому они где у нас не учат. Если учат, то за деньги. У нас это все бесплатно. В финале с 12 команд прошли 10, на решении которой проекты были по замежам конкурса. Бояны уже готовы до продажи и с ними складано конкурировать. Например, на Гомельском приватном предприемстве распрацовали кардиограф. Худко начнется выпуск этой медицинской техники. Это проект для первоначального скрининга сердца, сердечного ритма, нарушений ритма, последующей аналитики и предварительной диагностики. То есть это носимая электроника, это девайс, который вы носите постоянно, можете носить автономно достаточно долго. В дальнейшем, в общем-то, алгоритмически мы говорим о том, что у меня, пускай, есть какие-то проблемы с сердцем. Вы берете эту информацию и идете к врачу. У выника трогденного мозгового штурма, наполненного скрупулезной работой, мастер-классами, дебатами, пересенсованием своих идей, журы вызначила переможцев. Третье место, как было огучено выше, у проекта 3D-карты Гомеля. Другое у распрацовщиков, додатку «Мой годованец» под керавницем Дмитрия Галецкого. Перемога у автора «Бота» по правилам дорожного руха для социальной сетки Ивана Копейкина. На протяжении трех дней работы, участия в Хакатоне, наши команды менялись. Менялись проекты, они дорабатывались и с учетом тех замечаний, которые им высказывали наши эксперты, менторы. И это очень здорово, что ребята очень восприимчиво подходили к оценке их деятельности. Ведь не секрет, что всегда тот, кто сгенерировал идею, считает ее самой лучшей, самой правильной, в перспективе успешной. И иногда вот этот критичный взгляд на свой проект, на свою идею, он вообще, наверное, необходим для того, чтобы из идеи родился что-то более успешное, какая-то модель. До конца года в Технопарку пройдет еще не один форум, митап, семинар. Алим это не повеличение колькости встреч. Идея тем, как створить в Технопарку атмосферу, где будут нарожаться новые идеи и створаться циковые проекты. Марина Джалая, Вероника Гамзюкова, Валерия Гопанько, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.